Привет всем любителям бокса! Вы на канале Боксинг. Это прогноз на бой Райан Гарсия, Эммануэль Тогое. И прежде чем мы начнем, подпишитесь на канал и поставьте лайк этому видео. Итак, 10 апреля в Сан-Антонио пройдет боксерский вечер на стриминговой платформе Dazen. Состоится поединок в легкой весовой категории между американцем Райаном Гарсией и Ганцем Эммануэлем Тогое. Букмекерская контора 1xbet предлагает поставить на победу Райана с котировкой 1.08. 23-летний американец является непобежденным боксером. Что касается шансов Тогое, то они оцениваются букмекерами с коэффициентом в 7.2. Пройдемся немножко по боксерам. Начну с Райана Гарсием. Итак, Райан Гарсия. Он один из самых молодых перспективных боксеров легкого дивизиона. Райан представляет вот такое новое поколение скоростных, бьющих, выносливых бойцов. Сейчас конкуренция в 135 фунтах достаточно ощутимая. И американцу важно не оступиться на вот этих проходных оппонентах. Там сейчас все хотят получить бой с Комбосусом, который удерживает все титулы. И Райан не исключение. 23-летний боксер выступает на профессиональном ринге уже 5 лет. За это время он провел 21 бой. Одержал 21 победу. В январе прошлого года Гарсия завоевал временный пояс WBC. Но вот из-за проблем со здоровьем не смог он подраться с фортуной. И лишился этого титула. Но сомнения в отношении Райана, ну они по-прежнему присутствуют. Но их стало заметно меньше. После того, как американец нокаутировал Люка Кэмпбелла, я тогда тоже был шокирован. Особенно после того, как Гарсия успел побывать в нокдауне, я думал, что Кэмпбелл добьет его. Но Гарсия встал и смог нокаутировать Кэмпбелла. До встречи с британцем Проспект побеждал таких боксеров, как Франциско Фонсеку, Ромеро Дуном, Джейсона Вэллеза и Карлоса Моралеса. Недавно стало известно, что Райан ушел, кстати, от Эдди Райносо. И пока неизвестно, кто теперь будет его тренировать. Гарсия обладает невероятной скоростью рук, у него отличный тайминг и при этом у Райана неплохой размах рук, что позволяет ему расстреливать соперников с дистанции. С низкими оппонентами у американца никогда не возникало проблем. На счету Райана 18 нокаутов. Лишь три противника Райана сумели продержаться с ним полную дистанцию. Рост Райана 178 см при аналогичном размахе рук. Ну, давайте немножко поговорим о Тогое. Эммануэль Тогое, ему 33 года, он африканец, дебютировал на профринге в далеком 2004 году. Но свой первый бой он проиграл техническим нокаутом. Однако, в последующие годы Эммануэль больше оплошностей таких не допускал. Таким образом, на счету Тогое 33 боя и 32 победы, 15 нокаутов. До 2015 года Эммануэль был боксером второго полулегкого веса, но ему стало трудно укладываться в лимит этой весовой категории, и он перешел в лайтвейт. Рост Тогое составляет 173 см, размах рук 175 см. Ну, что сказать, африканец провел практически все свои поединки на территории Ганы. Но, несмотря на этот факт, имеет вбитые оппозиции таких боксеров, как Паулюса Мозеса, Вячеслава Гусева и Мейсона Менарда. Дебют Эммануэля на американском ринге состоялся в 2013 году. Но с тех пор он в США не возвращался, аж до 2020 года, где победил Менарда. Это был его последний бой, и у него огромный простой. Вообще-то Гоя легковес такого скоростного плана, он много двигается, постоянно финтит, регулярно пользуется передней рукой. Эммануэль боксирует в стойке правши. Тем не менее, отсутствие любительской школы, оно заметно в его действиях. Он не всегда, например, грамотно подбирает дистанцию. Он не вовремя возвращает руки к подбородку после своих атак. Также слишком высоко задирает подбородок. Ну, разберем немножко бой. Ну, что сказать. Тогое бьет очень размашисто. Как я говорил, не всегда успевает возвращать руки к подбородку. Да и с обороной у него, ну, не все хорошо. Удара у него нет. И весь вот этот его рекорд, ну, только из-за того, что у него не было более-менее серьезной оппозиции. И все его бои были на домашнем ринге. Боксирует он в такой игровой манере. Любит зарубиться. А Гарсия собранный парень, техничный. Он превосходит своего возрастного соперника, ну, скажем, во всем. В тайминге, в скорости, в силе удара, в антропометрии. Также он моложе на 10 лет. И я думаю, что Гарсия начнет работать вот с дистанции. Он начнет пристреливаться, наблюдать за оппонентом. И как только африканец начнет атаковать, он может наткнуться на очень жесткую контратаку. Ну, проведем прогноз. Итак, на мой взгляд, поединок получится, ну, скажем так, не слишком конкурентным. Да что уж греха таить. Совсем не конкурентным. Возможно, у Тогое будут успешные моменты в начальных раундах. Но, я думаю, затем Райан возьмет сценарий под свой контроль. И меня не удивит, если Гарсия нокаутирует соперника в первых раундах. Возможно, даже бой закончится вот отказом от боя. Как говорится, нокаутом на стуле. Просто иногда опыта бывает, ну, недостаточно, чтобы быть конкурентным на ринге. Вот это именно тот самый случай, когда такой, в принципе, возрастной, да, опытный боксер, как Тогое, он находится в роли жертвы. Из-за своих, так сказать, габаритов, возможно. И самое главное, это слабая битая оппозиция. Потому что, вроде бы, и бои есть на счету, но с кем бои? Поэтому, друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Также пишите комментарии. Пишите, в каком раунде вы думаете Райану досрочит африканца. Удачных ставок. Пока. Райану досрочит африканца.